Товарищ Сталин прекрасно знал, как искренне любят его простые советские люди. Поэтому он никуда без охраны не ходил. Ну, здравствуй, Пентюхов Иван. Здравствуйте, Иван. Вот приехал спросить тебя, Пентюхов Иван, что ты хочешь? Я ведь день и ночь работаю, чтобы рабочие крестьянские желания исполнять. Ой, спасибо. Не надо, а мне и так хорошо. Хорошо тебе? Да. А почему же ты против коллективизации? Что вы, товарищ Сталин, я вот даже в колхоз сам вступил. Ну, почти сам. Ай-яй-яй-яй-яй, Пентюхов Иван. Советская власть тебя на светлый путь выводит. И колхоз ваш назвали светлый путь. И электрификацию в вашей деревне провели. Это, это да, это ликвификация, это дело нужное. Раньше вот встанешь, ни свет, ни заря. Темень. А надо лошадке, овса задать. Корове с теленочком сено, свинкам там у трубей. А так в путьмах башкой этого притолоку бабах стукнешься. Или ногой в коровью лепешку вляпаешься. Вот, а теперь проснулся, лампочку зажег и как днем. Сразу все видно. Это точно. Проснешься и сразу видно, что нету у тебя уже. Ни лошадки твоей, ни коровы с теленочком. Я уже о свинках-то не говорю. Нету их. Все в колхозе. Светлый путь. Вечная память. Жалко тебе их? Жалко, товарищ Сталин. Так хочется их вернуть. Мне их так жалко. Каждый раз думаешь, лучше бы я и не просыпался. Вот. А говоришь, что у тебя нет желаний. Помоги ты товарищу. И чтобы уже завтра утром он не проснулся. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...